Ну что, народ, всем привет! Я надеюсь, многие из вас уже ждут этого видеоролика. Ролик, скорее всего, будет называться «Как правильно подготовить автомобиль к покраске», «Как его мотовать», «Как заделывать вот эти вот все места, где у нас мы понаходили рыжики». Вот помните, когда мы с вами разбирали автомобиль, вот это вот место, было все в рыжиках, вот здесь вот каталась краска, как-то непонятно, она отпадала. Здесь у меня вывод напрашивается один, потому что вот в этом вот месте как-то на заводе не подумали об этом, и, скорее всего, в этом месте накапливается вода, она здесь стоит, либо перед покраской это место хорошо не обезжирили, именно поэтому в этом месте у нас накапливалась ржавчина. Ну и, соответственно, вода. Но, как мы видим, после того, как мы все это дело убрали, убирать все полностью я не стал, я стал убирать только там, где есть ржавчина, вот точно так же в этом окошке под поворотник, также была ржавчина, я все это дело поубирал, и, как мы видим, в принципе, металл в хорошем состоянии, ничего варить, отрезать не нужно. В общем-то, что можно сказать об этом, что мы успели вовремя все это разобрать, и увидеть, найти ржавые места. Точно так же вот здесь вот, внизу тоже вот, как мы видим, в таких вот глубоких уже дырочках были у нас рыжики. Вот точно так же вот здесь вот все было в рыжиках, все пришлось вышкурить, чтобы жучков и ржавчины, в принципе, не было. Ну и давайте я вам покажу, как выглядит весь автомобиль. Он весь заматован, везде найдены вот такие вот косяки. Вот у нас есть косяки такие, не знаю, вам видно или не видно, выезжать не хочу, потому что на улице, скорее всего, сейчас будет дождь. Поэтому мы будем всем этим заниматься исключительно в гараже. Вот такие вот все нюансы я понаходил, поустранял. Также, где отрезнула старая шпаклевка. Вот самое страшное место у этого автомобиля. Это заднее крыло, потому что оно практически все, было в шпаклевке. И шпаклевка, которая уже хотела отпадать, все это дело пришлось вот таким вот образом сделать, чтобы у нас был голый металл. Ну и теперь, друзья, я хотел бы рассказать вам всем, кому будет интересно об этом всем поподробнее. Смотрите, для того, чтобы заматывать автомобиль, нам нужен брусочек, вот такой вот брусочек. Как я его мотовал, я вам рассказываю. Я брал брусочек, но брусочек нам нужен на ровных поверхностях. И брал вот такую вот наждачку. Вот, смотрите, 320-я наждачка. Она не делает царапин. В принципе, я сейчас вам все покажу. Смотрите, какая поверхность. Если есть царапины, так они минимальные, но это под грунтовку. Если положить слой грунтовки, возможно, где-то местами будет ложиться не один слой грунтовки, так этих царапин видно не будет. Это специальная наждачка уже подготавливать автомобиль под грунтовку. Далее я хотел бы рассказать вот про эти вот места, где приходилось вычищать до металла. Вот про эти вот места. Вот внизу их очень много, прям дырами такими вычищалось. Все, я вычищал наждачкой. Все это чесать было очень долго, поэтому я решил купить вот такой вот круг на болгарку, лепестковый, и чистить вот таким вот кругом, потому что вручную все это делать очень долго. И к тому же, так как у нас вот здесь вот в местах появились такие как бы впадины, теперь вот видите, дыра появилась. Это нужно для того, чтобы новый слой шпаклевки, который мы с вами будем ложить, ему будет легче к этому месту присобачиться, приклеиться, потому что здесь все в царапинах, и вручную делать ничего не надо. За нас все сделала болгарка. Конечно, шкурить автомобиль болгаркой или где-то местами подшкуривать, так делать не нужно, это неправильно. Но в местах, где будет лежать шпаклевка, это делать даже нужно. Почему? Потому что вы руками вот так вот все не вышкурите. А здесь, где была болгарка, уже шпаклевку будет легче ложить, ей будет легче приклеиться к этому месту. Братва, хочу очень серьезное замечание сделать. Обязательно нужно тереть наждачкой вот с таким вот брусочком. Конечно, чем длиннее он, чем побольше, тем лучше. Но в местах, вот в таких вот, например, местах, тереть вот такой вот досточкой будет неудобно, потому что она, вот видите, как ложится, она не будет доставать вот этот вот переход. Поэтому я брал вот, например, вот кусочек наждачки, брал и здесь вот пальцем нажимаем и трем, так, чтобы вот в этом вот переходе все достаточно хорошо так же зачистилось. Потому что у автомобиля много всяких таких вот мест, труднодоступных, вот, например, где бруском вычистить, в принципе, нереально. Вот, например, вот такое вот место, вот здесь вот, где молдинг. Именно поэтому нужно возле резинки точно так же, именно поэтому в некоторых местах нужно тереть все-таки руками и немного надавливать пальцем. Вот здесь вот бруском мы никак бы с вами не взяли. Ребятки, и как вы уже догадались, в гараж я приехал не языком трепать, а и рассказать вам кое-что и делать. Сегодня мы будем шпаклевать, мы будем шпаклевать те места, которые нужно шпаклевать. И сегодня я приехал рассказать вам кое-какую информацию и, в принципе, показать, как нужно шпаклевать, как правильно шпаклевать. Первая банка шпаклевки, вот у меня есть еще вторая, и, в принципе, у меня много шпаклевки. Хотел бы рассказать по поводу шпаклевки. Смотрите, есть места, такие вот, где несерьезные, где старая шпаклевка треснула. К примеру, вот возьмем вот это вот место. Оно маленькое и не сильно глубокое. Это место мы будем шпаклевать вот этой вот шпаклевкой. Это финишная шпаклевка, она белая, белым цветом. То есть, такая, как мы видим вот здесь. Вот это вот белая шпаклевка. Мы будем шпаклевать белой. Вот эти вот места. Она финишная. И почему белая? Потому что белая легче трется. А это у нас зеленая шпаклевка. Как вы видите, она зеленая, и она со стекловолокном, с ворсинками такими. Она достаточно крепкая, и очень трудно трется. Такой шпаклевкой нужно заделывать вот такие вот глубокие места, где мы работали с вами болгаркой. Где получились ямы. Потому что она грубая, очень хорошо приклеивается. Вот такие вот дырки, вот видно, где у нас впадины такие. Вот здесь вот нужно будет заделывать. Мы будем заделывать зеленой шпаклевкой. Она очень трудно трется, но она мощная. Если она приклеится туда, в ту впадину, дырку ей, во-первых, будет проще заделать, чем вот этой вот белой финишной. Потому что в белой нету ворсинок. А потом, когда мы все это, зеленую шпаклевку выведем, уже будет ровной, мы все это дело закроем, опять же, финишной. Опять же, белой мы все это заделаем еще раз. Поэтому сегодня у нас вот такая вот нелегкая работа. Ну вот, ребят, решил отталкиваться от маленьких мест, для того, чтобы вспомнить немного практики. На моем канале достаточно видеороликов, как работать со шпаклевкой, как ее развести. Вот я место обезжирил. Вот точно так же вот здесь вот обезжирил. И точно так же вот здесь обезжирил. Пускай немного постоит, подсохнет. И будем наносить первые такие моменты шпаклевки. Решил отталкиваться от маленького, потому что, ну, как-то давно не работал со шпаклевкой. И решил немного вспомнить. Так, ну что, пацаны, смотрите, первый залет, так как он пробный, давно не работал со шпаклевкой. Вот так вот получилось. Здесь как-то стрёмно получилось. Но то, что оно торчит, это ничего страшного. Оно потом будет вырисовываться, когда мы потом будем наждачкой тереть. Здесь получилось более-менее. Здесь вот получилось так себе. сразу видно, что в этом вот месте есть пробел, как бы дырочка виднеется, потому что очень маленький слой шпаклевки. Ну и вот так вот получилось здесь, потому что здесь большая, такая, большое место. Поэтому вот так вот я тоненьким слоем нанес, чтобы оно немного прихватилось. А потом спустя время я просто доложу еще, и потом оно будет намного легче ложить, потому что шпаклевка к шпаклевке будет лучше прилипать. Так, ну что, пацаны, работа потихоньку идет. Идет, конечно, не так, как у профессионала, но тем не менее, шпаклевать потихоньку у меня получается. Вот такими вот кляксами выглядит автомобиль. Вообще, первый раз, не важно, как мы с вами ложим шпаклевку, потому что ее потом нужно будет затирать и смотреть, где нужно будет добавлять еще. Поэтому здесь как-то пытаться его там ровно вывести, чтобы оно было ровненькое, гладенькое. Вообще, в принципе, не стоит заморачиваться. Вот так вот, посмотрите, вот здесь. Она неровная, есть вот такие вот пробелы. И так как это первый раз я ложу, потом я буду все это вытирать и смотреть, где, может быть, нужно будет добавить еще. Поэтому сильно я не стараюсь делать так, чтобы оно было идеально ровное. Но тем не менее, работа потихоньку двигается. Ну что, товарищи бандиты, воюю с попой, решил взять зеленую шпаклевку, немного прогадался. Вот видно, как оно комками все-таки побралось, потому что много взял шпаклевки и не успел ее нанести, оно высохло. Так как я и говорил, первый раз все равно, как вы нанесете шпаклевку, потому что все будет решать наждачная бумага. Потом, когда мы вытрем, мы сразу с вами будем видеть, где у нас недостает. Плюс, наждачная бумага сделает все эти кривые места, она сделает их, конечно, ровными. И так как мы с вами видим, крыло у этого автомобиля, задняя часть где-то была битая, также этот фартук был битый, оно все кривое, именно поэтому я взял зеленую шпаклевку. Вот видно, оно с такими ворсинками, с такими ворсиночками торчит не такая, как эта, и ее нужно меньше все-таки клеить, чем вот этой вот белой, потому что она намного быстрее и намного меньшим количеством заполняет всякие дырки и всякие отверстия. Такими вот движениями, ребята, работа двигается дальше. Смотрите, друзья, на это чудище, это у нас попа, левая сторона, внизу вообще в ужасном состоянии все было, пришлось вот так вот все заложить пластилином нашим, вот видно, в каком оно все состоянии, здесь все пошкурили и теперь все это дело, конечно, нужно закрыть, вот еще нужно будет делать, поэтому на такие вот места всегда уходит очень много шпаклевки, потому что очень большое расстояние, которое нужно заложить, вот так вот все выглядит, все в пластилине у нас и все аккуратненько будет сохнуть. так, так, ребят, ну что, пойду покажу вам все-таки проделанную работу, с попой я практически заканчиваю, смотрите, немного, конечно, оно стрёмно смотрится, вы сильно не шугайтесь, потому что это первоначальное нанесение, это только первое нанесение, потом будет трение, ну и далее мы будем смотреть, где нужно будет добавлять еще, поэтому я сейчас хочу пройтись посмотреть, где я мог бы упустить, пропустить, именно конкретно с попой, есть места, которые я делать не буду, вот, например, я вам покажу, вот там вот внизу, я их делать просто не буду, потому что там уже как бы ближе к днищу автомобиля и там грязь, я думаю, там легко и просто справиться со своей работой грунтовочка, поэтому заморачиваться я над такими вот нюансами не буду. Ну или потом в дальнейшем я все-таки посмотрю, может быть сделаю еще, а так пока у меня есть очень большая проблема, это правое вот это вот крыло, которое я еще в принципе не закончил, в принципе там очень много еще шпаклевки нужно, сейчас будем заниматься этим крылом. Ребят, смотрите, хочу напомнить всем вам, кто будет первый раз шпаклевать или кто из этого видел какой-то опыт возьмет и будет пробовать делать автомобиль самому. Смотрите, вот здесь вот у нас вот это вот место, не было оно глубоким, здесь просто вот была снята краска, которая уже потрескалась там и которую в принципе нужно было снять, то есть дырки здесь никакой нет, но как мы видим, слой шпаклевки в принципе он не маленький такой слой шпаклевки, я пытался его там разглаживать, раздавливать и вы видите, что из этого получилось. Потом, когда мы возьмем наждачку и начнем все это шкурить, шпаклевка, которая попала в ту часть, в которой мы сняли краску, она заполнит все это место и вокруг все лишнее просто мы наждачкой поснимаем, поэтому если у вас будет просто перерасход шпаклевки, ничего страшного, лучше пускай будет перерасход, чем что-то где-то пропустили или тому подобное, точно так же здесь. Так, ну что пацаны, пришло время выехать, выехал как и для вас, так и для себя, чтобы осмотреть автомобиль, где может быть еще пропустил и в принципе несколько мест я еще нашел. Смотрите, как все выглядит. Я не думаю, что здесь есть на что смотреть. Обычный автомобиль в пятнах, все заделано, все подготовлено, теперь нам нужно много времени для того, чтобы все это нормально засохло и будем продолжать работать наждачкой, будем выгонять форму, ровную форму, особенно там, где у нас были какие-то впадины, ямы. Все это будем выгонять вместе с кузовом автомобиля для того, чтобы все это ровным казалось. Вот здесь очень серьезная дырень была, в принципе, очень большой кусок шпаклевки был, поэтому это место еще будет шпаклеваться не один раз. Вот так вот все выглядит, все в принципе уже готово, по крайней мере на сегодняшний день. Все, что можно было сделать, я уже сделал и в принципе все я вам показывал, что нужно было делать, что не нужно было делать, вот так вот все выглядит, все в пятнах, все такое смешное, ужасное, ржачное, вот точно так же вот здесь, вот здесь в принципе можно было не шпаклевать, но я шпаклянул, хотелось бы, чтобы вообще не было никаких косяков после того, как автомобиль покрасится, не шпаклянулся. это левая водительская дверь и заднее правое крыло, ну и фартук в принципе. Передок вообще отлично, здесь много шпаклевки не ложил, там заморачиваться не было над чем, ну и в принципе над всем автомобилем самое лучшее это наверное вот эта вот дверь пассажирская задняя. Вот как-то вот так вот, ребят, все это выглядит. Друзья, если вам понравилось такое видео, обязательно ставьте лайк, пишите какой-нибудь комментарий и подписывайтесь на канал. Всем пока!